Сегодня у нас 24 сентября, день голосования. Обычно мы не ходим голосовать, но сейчас ситуация такая, хотя все равно эту Мымру выберут, потому как в Германии система, мы выбираем ни канцлера, ни президента, мы выбираем партию. Ну и немцы выбирают партию Меркель, хотя саму Меркель никто уже как следует-то и не любит, скажем так, только идиоты. Ну и вот чтобы как бы хоть чуть-чуть ей поднагадить, мы сейчас пойдем и проголосуем за партию АФД, это альтернатива для Германии, партия называется, альтернатив фюрдойчланд. И надеемся, что они хотя бы как оппозиционная партия пробьются в Бундес, так, то есть по-русскому в Думу, да? Да, по-русскому это в Думу и в парламент. Да, парламент, да? Вот. Чтобы было хоть кому сказать этой дряни в лицо, что она из себя представляет. Еще 4 года теперь она будет. Выборы еще не состоялись, до 18 часов время есть, но я вам говорю, что так и будет. Так и будет. Победит эта партия. Потому что немцев одурачивают здесь везде. Особенно старшее поколение, оно верит телевизору, верит, что пишет в газетах. И... Ну, куда? Самый 12-й тут. Да? Верит то, что говорит им радио и телевидение. Ну и... А там партию АФД называет право радикальной партией. Говорят, что с приходом ее будет хаос, будет ненавистничество между мусульманами и христианами. Ну, в общем, всячески стараются всеми силами ее не допустить в парламент. Поэтому мы идем и будем за них голосовать. Самой... Это называется Валь-Локаль. По-русски это Валь-Локаль. Это место для голосования, да? Ну, или... Ну, не знаю. Уже забыл. Вот. И мы сейчас туда сходим. В самом этом Валь-Локале, наверное, фотографировать нельзя. Или снимать. В кабине вообще запрещено. Вот. Ну, есть лазейка. То есть, я все-таки себя в кабинке сниму. Сниму себя. Сниму, за что я голосовал. Но я не подлежу никакому штрафу, если я опубликую после 18 часов это видео. То есть, когда выборы уже пройдут. После 20. После 20, по-моему, 18 я сегодня читал. Вот. После 8 часов. Поэтому я вам и покажу, где я голосовал и за что я голосовал. Так, встречаемся уже в помещении. Ну, сделайте замечание. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего не получится. Тихо-тихо-тихо-тихо. Никто еще ничего не видит. Так, вот какие-то кабинки не совсем какие-то секретные. А в кончастном там хватит. Ну, ладно. Маленькая очередь. Сейчас пойдем. Итак. Здесь у нас различные партии. ЦДУ, СПД, зеленые, левые. Ну, я оставлю два крестика. Против АФД. То есть за АФД. Тут интересно, даже есть коммунистическая партия. Вот дает. Ну, ладно, пойду отдавать. Сейчас потихоньку спрячу. Ну, вот, я это сделал. Проголосовал за ту партию, какую я хотел, чтобы вот этих ребят как можно меньше здесь было. Пошли. А что, вот этот гид тоже голосовал? Ну, да. Вот я и говорю, теперь негры уже голосуют. А они, конечно, будут выбирать свою Меркель, которая их сюда назад таскала. Ну, ладно, ребята. Восемнадцать часов. Мы с вами еще раз встретимся. Я покажу предварительные, какие голоса у нас будут после восемнадцати часов. Ну, это уже будет радостная Меркель и ее подлизы хлопающие. Ну, может быть, может быть, эта партия АФД все-таки пройдет в Бундестаг, в фарламент. И тогда мы тоже похлопаем Меркель по ушам. Всего доброго, пока. Ну, что ж, дорогие друзья, вот и шесть часов. Ну, для меня радостная новость. Здесь сейчас партия АФД, это третья по величине получается в Бундестаге. То есть, по предварительной, это еще предварительной, идет тринадцать с половиной процентов. А партия Меркель – тридцать два, минус девять процентов. И партия СВД – двадцать процентов, минус пять. То есть, все потеряли, ну, тут еще ФТП есть, зеленый один процент прибавили. Ну, в общем, сбылось, сбылось. А партия АФД, которая возникла буквально два года назад, может стать вровень почти уже с ведущими партиями. Ну, во всяком случае, жизнь не улучшится. Все для них. Все комментаторы имеют такие, знаете, Траурик сказал, печальные такие лица, да. Все-таки АФД прошло в Бундестаг и стало третьей по величине, что никто не ожидал. И все прогнозы не были настолько уверены, что она прибавила восемь процентов. Это очень много, это очень много. Поэтому, ребята, что ж, я себя поздравляю. Наконец-то в Бундестаг заезжает партия, в которой нормально все с головой. Ну, посмотрим, что они делают. То есть, в прошлый раз ФТП въехало, тоже говорили, что у них все с головой обделывались так, что дальше некуда. Меркель, естественно, будет канцлер на последние четыре года, но они будут совсем нелегкие. Теперь для нее очень нелегкие. Итак, я пойду сейчас, открою бутылку шампанского и это дело отмечу. Хоть какие-то подвижки, какие-то подвижки. Ну, все, а вам хорошего вечера, всем доброго. Теперь уже точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok